Вёска Пирки у Брагинском районе под отселение трапила одной из первых. Автобусы приехали сюда 5 мая 1986 года. Тады людям казали, что выехать им придется часово, а тому шмат речи убрать нема необходимости. Сегодня, до речи, у этих домах часто можно сустреть деких живёл. Тые рыси, например, выбирают поддашки дровляных будинков, чтобы вывезти и вырастить своё потомство. Есть на территории заповедника и больше капитальные побудовые, которые простоят тут, напевно, ещё не одно десяти годы. Былый населённый пункт, названный какого нема не на одной карте. Посёлок Сонечный будавался для работников бы иного живёлагодовчего комплекса. После Чарнобырской аварии комплекс так и не добудовали. От посёлка застались только нежилые домы и вся отповедная инфраструктура. Некий час, правда, комплекс працавал и навод у незавершенном. Выглядит его называли «Лепшему Беларуси». Теперь он полностью разборанный. Креп не Чарнобырская катастрофа, а этот посёлок в уголе мог бы стать прикладом для будущих населённых пунктов Краины. По особенности, у 80-х тут пободовали узорный агрогородок с больницей, школой, дитяшим садом и цагляными шматповерховками. И в эксплуатацию не поспели увезти только вязковую краму, якая по площади не соступала с участным городским гандлёвым центром. Будет разрушаться постепенно под воздействием атмосферных осадков. А так было стоять. Охраняем, чтобы никто ничего отсюда не увозил, не выносил. Мониторинг радиологичной ситуации на территории Полецкого державного радиоцино-экологичного заповедника ведется постоянно. Учёные кажут, что в прошлые годы ситуация с Цезием и Стронцем стабилизовалась. На суперп прогнозах, которые работали сразу после аварии, миграция этих элементов на значной глубине не отбылась, а тому уживать дары лесу категорично не рекомендуется. Но ещё больше значную небеспеку сегодня начинает уявлять америцей. Период полураспада америции 241-го тоже достаточно большой, 432 года. Поэтому долго нам придётся ждать, пока он распадётся полностью. По словам керавництва Полецкого державного заповедника, напереды не 30-ти годы Чарнобыльской катастрофы, интерес до его деяности узрос. Трапить сюда и мкнуться не только белорусские, а лишь мат, яке замежные журналисты. Интерес до минолога означают и у Хонинским районным краизнавчим музеем. У его стенах размещены один и у Белоруссии музей Чарнобыля. Зараз тут идти обновление экспозиции, которую плануется завершить на початку наступного месяца. Многие плачут, даже приезжают сюда. Но вспоминают, во-первых, очень много фотографий. Каждый просматривает, вспоминает своё детство, кто-то вспоминает свою юность. Вот это переселение очень страшно, фотографии у нас эти есть, и материала очень много. Поэтому для них это, конечно, как всё начинается сначала, как в тот день, вот именно 26 апреля 1986 года. Александр Тюров, Ерген Макеенко, Телерады компания Гомель.